Народное Славянское Радио Что такое Яргора? Откуда появилось такое название? Откуда появилось это место? И, в общем-то, что возлагается на это самое пространство? Возлагается как смысл какой-то? И как смысл, и как наполнение человеческих ресурсов, ресурсов, может быть, ещё каких-то. Смысл, наверное, такой. Не то, что смысл, задумка или замысел, даже тут не побоюсь этого слова, она заключалась в чём, что наш народ, как таковой, он всё никак не может себя вспомнить, как-то собраться, чтобы обрести свою силу, что есть стать народом в полновесной мере. Оно, конечно, может быть, звучит слишком громко, но, тем не менее, по моему и нашему, я скажу, разумению, что необходимы какие-то составляющие для того, чтобы народ стал народом. А в первую очередь это составляющие, конечно, самоосознание. То бишь, как себя осознаёт народ, вокруг чего он себя собирает, и что для него является скрепляющей, там, скрепами, да, такое слово любят употреблять. Что делает народ народом? И для того, чтобы народ появился, эти скрепы должны быть понятны каждому, воспринимаемы, и он должен быть с ними согласен. Ну вот, если по-простому как-то подойти. И, собственно говоря, основная идея заключалась в том, что необходимо пространство, которое будет, с одной стороны, освобождено от внешних влияний городских, технологических, всё что-то. И поэтому была мысль, что где-то, может быть, не очень далеко от большого города, там, Москвы или какого-либо ещё, найти место, где можно будет в определённой тишине постараться собрать вот эти скрепы, эти смыслы, которые могли бы, ну, послужить основанием для народа, чтобы он сам себя вспомнил, осознал и, собственно говоря, выступил уже не населением, как таковым, а выступил в своей жизни и ответственность за свою жизнь каким-то образом смог проявить, став народом. Ну, и исходя из этой идеи, были предприняты неординарные усилия по поиску подобного места, потому что место, которое бы подходило по целому ряду параметров, я их сейчас перечислять, наверное, не буду, ну, вот то, что я говорил, не очень далеко, но достаточно удалённо от большого города, определённая чистота, очищенность или удалённость от техно-логических и технократических проявлений городских, и... как сказать, возможность в этом месте пребывать. Ну, и, собственно говоря, по прошествии там, наверное, более чем трёх лет, около четырёх лет мы занимались поиском только пространства, не говоря уже о всевозможных усилиях. с группой единомышленников, соратников, и, собственно говоря, обратившись ещё в каком-то количество соратников, мы там собрали какую-то для нас значимую, но на самом деле не такую же большую сумму, и смогли найти то пространство, в которое были вложены определённые силы и средства, которое проявилось. И после долгих усилий нам как раз именно то пространство, которое было заявлено, оно нам и проявилось. Это говорит прежде всего о том, что, собственно говоря, и боги способствовали появлению этого процесса, потому что это тоже было своего рода немалым чудом, потому что мы прошли через, не знаю, там, через десятки препон, и во время поиска, и во время обретения этого пространства мы их преодолели, и не скажу, что это какие-то особые наши заслуги, наша задача была просто следовать, и нас, в общем-то, проводили, помогали и позволили это реализовать. Как появилось, допустим, название, название точно так же, потому что мы уже достаточно давно идём по постижению видовского какого-то направления, не какого-то отвлечённого, ну, конкретного видовского, и мы знаем, что всё уже имеет свои имена и свои значения. И, собственно говоря, яргора — это гора, которая собирает жизненную ярую силу. Яра в данном случае часто воспринимается как нечто негативное, излишне агрессивное, нет, в данном случае когда не хватает тебе жизненной силы, как мы говорим, вот Ярила, то солнце ярящий, ты должен собрать эту ярую силу, поэтому на время собирания жизненной силы это место является яргорую, собиранием жизненной силы наших родов. и углубляясь в саму составляющую, мы поняли, что необходимо, но не побоясь опять же громких слов, что необходимо воссоздание, восстановление народа, восстановление народа вокруг какой-то единой правды. по большому счету яргора стала тем открытым местом, это не закрытое, куда мы достаточно много и приглашали, и приглашаем людей, которые потенциально или на самом деле являются носителями той или иной мудрости, которую мы могли бы назвать мудростью русского народа, потому что как бы сама масса народа населения не имея внутренней как бы смысловой составляющей собрать вот это самоосознание самого народа о самом себе не может. Всегда во все времена во всех народах русский народ в данном случае не является каким-либо исключением. Всегда были в народе те, которые как бы обращаясь к небесам, обращаясь в более высокие состояния, считывали скажем, ну можно сказать архетипическое тотемное некое составляющее. Ну вот там мы народ тот каким-либо образом себя определяет. Из этих вот нескольких определений, возможно, из нескольких слов и, собственно говоря, складывался народ, потому что люди понимали, что вот это некое определение, самоопределение, оно является тем, вокруг чего они могут собраться. Если мы посмотрим глубину историю, то, собственно говоря, схожая задача стояла перед многими народами и многие народы именно потому стали народами, что они большей или меньшей степени удачно решили. Яргора в этом плане это как бы место, существующее одновременно и в мире смыслов, и в мире явном. И, собственно говоря, наша задача здесь, как видится, мы ее, ну скажем, с меньшей или большей степенью успешности выполняем, это собирание смыслов, это проявление высокого уровня конов, коны в данном случае поясню, это безусловные правила или принципы, кому как больше нравится, на которых устроен мир и которые, собственно говоря, и проявляют мир в том виде, в каком он есть. И наша задача стать неким центром собирания не только смыслов, но и самой мысли о том, что мы есть, что есть мир окружающий вокруг нас и какие усилия нам необходимы или действия предпринять для того, чтобы стать народом. В данном случае народом мы называем не некую экономическую или социологическую составляющую, а общность людей, которые имеют схожую или единую мысль самих себе и способны на определенные воли изъявления. Мы должны жить так. И изъявив эту волю, они притворяют эту свою волю в жизнь сами, потому что именно сила народа как раз в том и заключается, что соединение многих людей, родов, воедино придает этому сообществу практически необоримую силу по преображению мира и своей жизни как таковой. Вот наверное что такое Эргара. И собственно говоря за это время мы не то чтобы преуспели, но тем не менее сформировав основные задачи, мы скликали людей, призывали, которые имеют, как я говорил, той или иной степенью мудрости и понимания и уже на сегодняшний день могу сказать, что то, что можно было бы предложить нашим родам, которые могут себя проявить потенциально как народ и я думаю, что именно так и будет. То, что мы могли бы назвать общей правдой, я имею в виду, что мы достаточно хорошо в этом продвинулись, но не от того, что мы такие умные или там такие просто была очень четко поставлена задача, которая должна была быть решена плюс. Естественно, мы опирались на древнейшие наши знания, которые являются ведическими знаниями, древние веды, которым несколько тысяч лет, и которые, скажем, по нескольким источникам, там, где-то из уст, на где-то через веды писанные, где-то через прозрение, через откровение, в общем-то, нам переданы. Достаточно большое количество людей, обладающих очень хорошим, серьезным уровнем ведания и видения, они, соответственно, тоже к нам присоединились в нашей работе, присоединялись, я надеюсь, и будут присоединяться, которые позволили нам избежать многих ошибок, ошибок и самости, и самомнения, и принятия тех или иных ложных теорий, потому что со всех сторон мы внимательно рассматриваем то, что у нас получается, то, что раскрывается, и, в общем-то, могу сказать, там, с большой долей уверенности, для меня она в данном случае очень большая, что близки к искомому, примерно так. Хорошо. я помню это место с зданиями, которые не имеют окон, не имеют дверей, большая столовая с большими дырками, воду вычерпывали, сколачивали столы из того, что было, и сейчас я вижу преображение. Вставлены окна, вставлены двери, подготовлено жилое помещение для многих людей, в общем-то я считаю, что это хороший результат за прошедшее время, когда я последний раз здесь был. Как это удалось сделать? Это что? Какой-то кредит, это может быть какой-то подарок, как там жилищный вопрос эти вот там какие-то, приехал кто-то там отремонтировал. Жилищный вопрос для нас. Ну, собственно говоря, просто у меня за плечами всё-таки не один, наверное, десяток лет и практической деятельности, духовной деятельности одновременно. Я никогда не выпадал из практического действия в этом мире и строил дома себе и вёл какую-то предпринимательскую деятельность в своё время. ушёл от неё более чем десять лет назад, но тем не менее навыки организаторской и прочей составляющей осталось. Плюс могу сказать смело, что команда, которая присоединилась и собиралась, она всё-таки достаточно цельна в своём понимании и своём стремлении. Поэтому то, что мы сделали, это реально очень немало удалось. но, естественно, какую-то помощь оказывают периодически наши соратники, единомышленники в хорошем смысле, которые собственно говоря воспринимают нашу идею, потому что наша идея это собирание, воссоздание народа, это ключевая. И сам замысел может быть самой яргоры, я там скажу, это дар, дар там потенциально возможно проявившемуся или проявляющемуся русскому народу любой род, который говорит, что я есть Русь, он сюда вхож и собственно говоря, он говорит, заявляет не просто декларативно я есть Русь, он говорит, я есть Русь, я принимаю на себя ответственность за бытие и жизнь наших родов, то есть нашего народа. Это собственно говоря ключевая задача. Я и сказал, если там условно сто родов объявятся и скажут, мы просто все спокойно передаем им безвозмездно, бескорыстно этим родами все наши усилия направлены именно на это, чтобы было место, которое мы могли бы назвать Русью и где из малого зерна, как вот небольшой этой территории, могло собраться сообщество, которое могло бы быть примером для очень многих и собственно говоря, ключевая задача наша в этом. Поэтому к нам часто приезжают, говорят, ваш бизнес приносит деньги. Этот бизнес не приносит денег и не ожидается, что он будет приносить, потому что его задача стать и это не бизнес. Это наше доброе родение, которое мы стараемся осуществить не только как мы понимаем, но и как мы можем, потому что мы безусловно здесь верим, что светлое будущее наших родов, оно будет. И мы для этого прикладываем все возможные усилия и собственно говоря, на сегодняшний день мы собираем где-то свои минимальные возможности где-то еще обращаемся к кому-то. малый-малый минимальный ручеек течет, который иногда иссякает, иногда вновь возобновляется, но тем не менее вот это наше родение, оно принесло свои платы. Мы сейчас имеем пространство, в котором можно жить, существовать, творить, и мы тут и приняли и собор Руси, и совет мудрости Руси, который собственно говоря инициировали сами, который собственно говоря и собран был для решения одной из основных задач выработать эти скрепы и собственно говоря понять, что может оказаться нашей общей правдой. Поэтому естественно, если бы какое-то количество людей может быть более сильных, более мощных и в организаторском плане, потому что сама по себе забота, но все-таки комплекс достаточно большой, отнимает много усилий и какую-то помощь в этом плане. Люди могли бы оказать им и с радостью бы приняли хорошую смысл. Комплекс на самом деле не маленький, не один домик, как это загородный, а здесь целая серия домов, которые друг с другом связаны. И тебе как человек, который занимается хозяйством, не приходит на мысль такая, да ходя ну конем, вот устал от всего. Ты прям чуть не поймал меня за язык. Да, но конечно периодически такая мысль приходит, но я не побоюсь этого слова, уровень веры, да, там не доверие, не надежда, ничего, а уровень веры в то, что мы все равно пробьемся к тому, о чем мы говорим, и я безусловно понимаю, что наши боги и наши предки и вообще все наши роды на нашей стороне, потому что кому бы я не излагал идею, каждый на уровне своего понимания и принимает. Помогает он или не помогает, это уже не важно. Важно, чтобы он понял, что в этом есть смысл и поверил, что это с одной стороны не наша фантазия, с другой стороны это не какое-то кривое там предложение или изложение это бескорыстное, еще раз повторю, уверенность, надежда и желание и родение одновременно, чтобы вот это состоялось. Поэтому кто обладает мудростью, добро пожаловать, кто хочет набраться мудрости, добро пожаловать, кто хочет условно прибить где-то гвоздь в той дощечке или на той лесенке, которая будет лесенкой светлое будущее для всех, мы всех с удовольствием принимаем. Кто там какие-то может материалы предоставить, кто какую-то копеечку, кто-то орг вопросы какие-то, потому что идея она сама по себе хороша, как сказала классика, говорит, лишь та революция чего-то стоит, которая умеет защищаться, в нашем случае лишь та идея хорошего стоит, когда умеет правильно быть распространена, потому что времена меняются и идеи надо уметь понимать, какие в этом. Вот такая, наверное, у нас мысль, задача, но никуда не девается она с самого начала, она возникла задолго, и даже скажу, она возникла задолго до нынешнего моего воплощения и многих, кто здесь находится, потому что мы об этом договорились прежде. В общем, на сегодняшний момент необходима всесторонняя помощь любого человека, кто умеет либо руками что-то делать, либо головой в хорошем смысле умеет делать по предназначению, ее используя, ну и если есть возможность деньгами либо материалами, то пожалуйста. А вот вопрос такой. Вот сейчас какие планы? Ну хорошо, достроите, доремонтируете и что дальше? Это что же вы будете делать? Что же вы будете делать? На лаврах почивать? Либо все-таки есть какой-то, скажем так, план развития. Ну, к примеру, создать школу, создать спортивную площадку, построить бизнес-центр, я не знаю, там, что вы еще там церковь там построите? Ну, что-то, 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 что-то делать. Не, ну, ключевая мысль, задача, да, я говорю все-таки, это центр просветительский, с одной стороны, но все-таки просветительский, такое очень расплывчатое, да, понятие, это центр обучения и образования для духовной управленческой элиты нашей державы. На серьезное замахнулось, так сказать, на святое. Прямо на святое, как бы кто готов с нами замахнуться, а кто готов пойти в эту духовную управленческую элиту, точно так же. Хорошо, мы сегодня сидели, когда за столом чай пили, говорили о многом, что вот с этим пересекается, что необходимо цельно смотреть как на жизнь, так и на человека в этой жизни, как на семью, так и на общество. И поэтому здесь вот образовательный проект, развлекательный проект, участие людей по всем направлениям, как и преподавателей, учителя и наставники, наверное, вот любой из таких человеков сможет здесь себя как найти, так и проявить. Ну, естественно, просто сейчас пришло время собирания, собирания людей и их соединения. И тут в этом плане как бы всякие разные болезни внешнего мира, они, конечно, людям помогли осознать, насколько хрупок тот мир, в котором они ну, совсем ничего не могут для себя решить, потому что мир устроен не ими, не по их правилам, а играть. Нам надо учиться заново понимать, как устроен мир, в этом мире, пребывая, прописывать правила нашего общего взаимодействия, следуя этим правилам, в общем-то, умножаться, преуспевать, становиться родом народом полновесно. У меня есть внутреннее правило не общаться с теми, кто разрушает себя, разрушает мир, те, которые строят из себя Д'Артаньяна, ну, то есть я Д'Артаньян, а вы все остальные резиновые использованные штопанные изделия на помойке найдены, ну, и с теми, кто не умеет взаимодействовать. Вот с такими я стараюсь не общаться. У тебя есть какие-то критерии, по которым ты можешь сказать, я буду общаться с любым человеком, кроме и дальше обозначить с кем ты никогда не будешь общаться? Ну, таких критериев, наверное, достаточно много, с одной стороны, а ключевым вопросом тут, наверное, является искреннее желание человека сотворять добро. Просто, что как мы понимаем добро, в данном случае, искреннее желание для меня определяется достаточно просто, бескорыстно. тот человек, который готов делать добро, не ожидая за это награду, он уже на доброй позиции для меня находится. Я, безусловно, с ним буду общаться. Не суть важно, каков уровень его компетенции. Не суть важно, насколько принесут его плоды, его усилия. Важно, что он есть, и он как раз тот, кто формирует завтрашний день. Есть те, которые, естественно, могут пройти дальше, но если мы понимаем, что человек пришел, а вы, чем здесь занимаетесь людей периодически? Мы этно-бизнесом занимаемся. Ох, какие вы, молодцы. слово-то какое-то летом, это еще бизнес. Да, переодевшись в вышиванки или во что-то еще, мы зарабатываем здесь деньги. Мы мимикрировали и все прочее. Нет, это не для нас, и эти вещи мы не принимаем, потому что мы все должны заботиться об общем достатке друг друга. Как говорили древние, ты можешь быть спокоен за свой род тогда, когда вокруг твоего рода добрые живущие в достатке преуспевающие согласны в едином поконе рода. Вот тогда будет задача. Поэтому един покон сотворяется, он в принципе готов к полновесному проявлению. Теперь осталось, чтобы роды или рода наши уже начали приходить к согласию. Я думаю, что все предпосылки к этому есть, потому что если мы не научимся, то завтра вообще некому будет вспоминать о том, что какие-то рода были. Мы сейчас в этой фазе. Хорошо. По тебе есть возможность обратиться к нашим радиослушателям и зрителям, прямо так глядя в камеру и сказать что-то. Может быть призвать к чему-то, может быть пожелать что-то. Я предлагаю всем нам научиться и себя в этом плане не исключаю от всех нас, что я там чему-то научился. Да, я в видовской практике, в постижении самого себя, окружающего мира нахожусь на один десяток лет с одной стороны, а с другой стороны мне повезло все-таки встретить хороших наставников, учителей в свое время, которые помогли мне пройти через тьму неведения, невежества, которые всем от рождения или от времени своего определены. Чтобы мы научились договариваться, чтобы мы нашли способы стать едиными. Потому что есть две составляющих. Это значит, что тебе, каждому из нас, нужно пройти свой индивидуальный путь. Но наш индивидуальный путь всегда проходит в среде и в теле нашего народа. Наш народ должен быть проявлен, он должен быть здоров, он должен быть крепок, он должен быть силен, он должен понимать, кто он, зачем и куда идет. Вот три вопроса. Кто мы, зачем мы здесь и куда мы идем? Вот эти вопросы всем нам надо задать себе, постараться получить на них ответ. Найти тех, кого мы можем доверять, потому что как вот Совет Мудрости проявил, что одна из наибольших наших болезней тотальное недоверие друг к другу, потому что те, кто разрушал наш народ, они приложили все возможные усилия, что вот этот бесконечный обман, бесконечная ложь, он настолько въелся у нас, что любое движение для нас воспринимается как искаженное, потому что мы уже не можем отличить кривды от правды многие, не можем понять, и надо учиться заново, верить, искать, доверять, собираться, сотворять, становиться народом. Благодарю тебя за хорошие слова. Друзья, прощаюсь с вами, напоминаю, что в кадре находился Алексей Орлов Сурьяр. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт словрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Славянского Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова